На море прямо из Иваново аэропорт трижды в неделю продолжает отправлять в отпуска жителей региона по двум южным направлениям. В Сочи и Симферополь. И по одному северному, в город на Неве. На юг летает компания Нортавиа. В самолете 135 мест. В Сочи по вторникам и субботам. В Симферополь по средам. В прошлом году еще была Анапа. У нас в этом году не получилось с авиакомпанией договориться о регулярных рейсах на Анапу. И увеличилось в сравнении с прошлым годом. Значит, у нас Сочи в том году, по-моему, был один раз, в этом году два раза рейсы. Потому что становится популярным. Рейс из Санкт-Петербурга прилетел по плану секунду в секунду. В понедельник в 11.15 все места заняты. В этот раз 30 человек воспользовались услугами авиакомпании. Цены, конечно, в два раза выше, чем на поезде. Зато быстро и удобно. Ну, Таня, ты давай рассказывай. Тебе было страшно? Ну, нет. Нет. Ты первый раз летела? Да, первый раз. Все было замечательно, очень хорошо прошел полет. Это изумительно. Все очень-очень удобно. Ну, вот хотелось бы, конечно, чтобы с утра прилетал еще тоже самолет. Тогда бы мы летали в Петербург к этим самолетам. Руководство аэропорта Иваново настоятельно рекомендует жителям в разгар сезона о билетах думать заранее. Купить их можно в кассах, на сайте авиакомпании или самого аэропорта. Жители хотят, там, Хачкала рассматривалась, Казань, Калининград. Но пока, значит, учетом загрузки и пассажирпотока, пока вопрос проходит с проработки с авиакомпаниями. Летает также много других регионов. Приезжает с Ирославля, с Костромы, с Владимира и улетает с аэропорта Иваново. За лето прошлого года услугами аэропорта Иваново воспользовались 10 тысяч человек. Итоги сезонного летного периода 2018 подведут в сентябре. Именно в этом месяце полеты на южные направления завершатся. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.